Конец июня традиционно жаркая пора для абитуриентов и их родителей. За это время начало вступительной компании вузы и их структурные подразделения. Предпоследний день лета двери для выпускников девятых классов открыл юридический колледж национального университета Одесской юридической академии. Чтобы будущие студенты не запутались в процедуре подачи документов, при колледже продолжает свою работу консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам. Более подробно о старте вступительной компании в материале моих коллег. Юридический колледж национального университета Одесская юридическая академия принял своих первых абитуриентов в новом учебном году. Вступительная компания продлится для выпускников девятых классов с 29 июня по 13 июля. Колледж готовит младших специалистов по направлению юриспруденция, куда можно поступить на базе девяти классов, а также младших бакалавров по специальности журналистика, психология и IT-сфера. Также на базе колледжа функционирует консультационный центр бесплатной помощи абитуриентам, куда может обратиться каждый поступающий. Поздравляю всех с началом вступительной компании. Именно сегодня стартовала вступительная компания в юридический колледж Национального университета Одесской юридической академии. Она продлится с 29 июня по 13 июля, а с 14 июля мы уже начнем принимать бакалавров. Но хочу подчеркнуть, что уже сейчас действует консультационный центр онлайн при приемной комиссии Национального университета Одесской юридической академии. И вы по телефону 719-88-00 можете в 24 на 7 обратиться, любую консультацию получить. А самое главное, мы полностью вам окажем помощь в оформлении ваших документов. В этом году это достаточно сложная процедура, поэтому настаиваю и прошу всех тех, кто захочет поступить в наш университет, обратиться в консультационный центр. И мы максимально упростим эту процедуру, процедуру вступления в наш университет. Для поступления в колледж необходимо сдать лишь два вступительных экзамена. Сертификаты внешнего независимого оценивания не требуются. Кроме того, одним из важных преимуществ колледжа является то, что после трех лет обучения в колледже его выпускник становится студентом сразу третьего курса Национального университета Одесская юридическая академия. Это ранняя профориентация и это замечательная возможность для будущих студентов нашего университета поступить сюда фактически без ЗНО и сразу же поступить на третий курс нашего университета. Более того, мы сейчас принимаем документы на базе девяти классов, а с 14 числа мы начнем принимать документы и на базе 11 классов. И именно те, кто не сдал ЗНО, не получил достаточное количество баллов, может в любом случае поступить в колледж и потом сразу же стать студентом нашего университета. Я всех приглашаю, всех поздравляю с этой вступительной компанией. Уже сейчас, на сегодняшний момент, у нас подано более ста заявлений. Я думаю, что с каждым днем мы все больше и больше начнем набирать обороты. По окончанию колледжа выпускники получают диплом младшего бакалавра, который соответствует государственному образцу, а также дают возможность не только продолжить обучение в высшем учебном заведении, но и уже приступить к работе по специальности. Отмечу, что уже с первых курсов студенты колледжа проходят практику в ведущих юридических компаниях, в том числе квалифицированных адвокатских бюро и нотариальных конторах. Также будущие специалисты в сфере юриспруденции проходят регулярную практику в органах государственной власти и местного самоуправления. Наши студенти юридического фахового колледжа мають можливість проходить практику в разных структурах государства, также частных предприятиях, адвокатских объединениях. На данный момент у нас подписаны договоры с адвокатскими объединениями, с органами юстиции, прокуратуры, также полиции. Сейчас набирают обороты в таком направлении, как кибербезпека и IT-право. Наши студенты по закінчению, не только по закінчению, они уже начинают еще с другого курса, мають можливість проходить практику саме на данных базах. И уже сгодом после того, как они закінчуют колледж, идут в академию, закінчуют факультеты різного напрямка, они уже спокойно приходят на работу и працюют, показывая свой профессионализм. Ежегодные подготовительные курсы для выпускников девятых классов – это дополнительные 50 баллов в вашем кармане к общим баллам экзаменов. Таким образом, курсы – это не только качественная подготовка, но еще и приятный бонус, гарантирующий ваше поступление. Помимо школьной программы, которую проходят дети, они еще идут по той программе, по которой будут экзамены. То есть они интенсивно готовятся, пишут диктанты, пишут тесты, пишут, отвечают на вопросы, которые есть в экзаменационных. И, конечно же, это преимущество перед остальными поступающими, потому что курсы дают 50 баллов, плюс конкурсным баллам, которые ребенок набирает в течение двух экзаменов. Преимуществом юридического колледжа также является проведение лекций на разных языках – английский, немецкий, французский. Немногие колледжи могут предоставить возможность студентам на профессиональном уровне познавать юриспруденцию на иностранных языках. Я хотел подчеркнуть, что по инициативе Сергея Васильевича Кивалова именно в юридическом колледже с недавних пор начали считать лекции на иностранных языках. Не каждый колледж и не каждое высшее учебное заведение может похвастаться тем, что предметы специализации читаются на иностранных языках, что, конечно же, позволяет еще повышать качество подготовки будущих юристов. Будущие студенты колледжа и академии, а также их родители, к выбору места обучения подошли максимально ответственно. Во многом свою роль сыграла и активная профориентационная деятельность вуза и его подразделений. Для абитуриентов регулярно проводились дни открытых дверей, причем как в офлайн, так и в онлайн формате. Академия и колледж широко представлены в социальных сетях. Есть все возможности для полноценного и эффективного диалога. Я выбрала эту специальность, потому что мне очень нравится право, оно меня завлекает своей базой. И мне очень хочется связать свою жизнь в будущем с профессией права, еще не знаю точно какой, но надеюсь, что это будет очень хорошая профессия и для меня, и для окружающих пойдет в пользу. Колледж мне очень понравился, все очень хорошо здесь, как говорят люди вокруг. Здесь очень хорошо учатся, очень много высоких специалистов выходят из стен колледжа, они переходят потом в дистриторию, там выучиваются и могут ехать за границу, так как лекция проводится на нескольких языках и есть возможность уехать. Это престижный, во-первых, престижный вуз, и много наслышанных, много очень знакомых закончили его. Я только за и поддерживаю. Рассказывали, что тут хорошие преподаватели, очень много отзывов хороших, вообще плохих даже не слышала. Когда стало вопрос о выбор, у нас в школе спрашивали, чи мы идем, чи мы остаемся, то на начале учебного года я подумала, что все-таки лучше уже добывать какую-то специальность за фахом, и все равно проходить эти все митерства ЗНО, потом подача документов, не знать, как. А тут все-таки уже она будет готова, и лучше вероятность больше того, что она поступит уже на ту специальность, которую она обрала. Юридический колледж – это современная материально-техническая база, просторные аудитории, достойная спортивная инфраструктура, а главное – квалифицированный кадровый состав. Ведь лекции и практические занятия здесь также ведут доктора и кандидаты юридических наук, преподаватели Одесской юридической академии. Если вы определились с выбором, то со всем пакетом документов вас ждут на Академической 2. А в пакет документов входят заявления документа базовом, общем, среднем или полном образовании, шесть фотокарточек 3х4 см, копия паспорта, и идентификационного кода.